Здравствуйте! Меня зовут Светлана Ковын, я автор блога, я коуч и я лидер компании Аксесс Маркетинг. Сейчас я нахожусь в Киеве, где компания проводит свою первую конференцию в Восточной Европе. Конференция проводится в прекрасной, комфортабельной гостинице «Хаят», которая находится в центре города. И здесь со мной два человека, которые тоже приехали на эту конференцию. Это Семен Розенберг, топ-лидер компании, который вместе с этой компанией уже с 2009 года. И Татьяна Шинцова, лидер из региона азиатского, из Киргизии. Сегодня мне бы хотелось задать вопросы Семену. Вопросы будут о компании. Сегодня в интернете сотни тысяч человек пытаются найти возможности заработка. И, конечно, важно при выборе компании задать себе некоторые вопросы. Выбирая компанию, в которой вы будете работать, вам интересно, разумеется, следующее. Насколько эта компания серьезная, насколько эта компания выплачивает своим партнерам их заработок. Что за маркетинг, план у этой компании, какое будущее в этой компании и возможно ли в компании развитие, ваше личное, да, и получение тренингов, получение образования. И я хочу задать эти вопросы Семену и вопросы как раз об этой компании, об аксесс-маркетинг. Я хотела добавить и еще один момент здесь, что именно компании, работающие с рекомендациями, они являются возможностью для многих людей оставить свой наемный бизнес или параллельно с наемной работой, скажем так, получать дополнительный заработок. Такие возможности рекомендуют такие известные люди, как Роберт Киосаки, Дональд Трамп. Они говорят, что если вы хотите перейти из квадрантов, скажем так, наемной работы и из квадрантов консультантов к своему бизнесу, к инвесторству, к пассивному доходу, то компании, работающие с рекомендациями, это наилучший выход, да. И вот компания Аксесс с некоторого времени тоже занимается таким видом маркетинга, рекомендациями. Поэтому теперь вопрос к Семену. Вот компания Аксесс Маркетинг. Начнем вот с самого начала. Насколько эта компания серьезна? Ну, во-первых, компания имеет серьезный опыт. Опыт, фактически, он идет с 98-го года, потому что, в принципе, многие люди, которые сегодня руководят этой компанией, которые управляют этой компанией, они имеют опыт работы в этом же офисе, где они раньше находились, начиная с 98-го года. Просто с 2006 года компания приняла новый маркетинг-план и новый, так сказать, способ продвижения своих инструментов и продуктов по рекомендациям. Оказывается, это самый лучший способ продвижения продуктов. И насколько она серьезная, ну, достаточно сказать, что вот сегодня мы слышали цифры. Цифры, что компания сегодня взяла направление к миллиарду долларов оборота. То есть это очень серьезно. И рост идет 140% годовых. Это бешеный рост. Ну и самое главное, цифры говорят о том, что сегодня всем нужна реклама в интернете. Абсолютно всем. Потому что люди пересаживаются от телевизора, от газет. Они все смотрят на компьютеры. Я вам скажу, я просто вот конкретный пример. Буквально вчера я взял киевскую газету. Там миллионы объявлений. Причем они написаны маленьким таким шрифтом. И я просто даже не представляю. Я взял лупу, посмотрел одно объявление. Там человек продает дом за полтора миллиона. Там объявлений миллионы, может быть, больше. Как люди, как он может продать свой дом? Да никак. То есть это практически сегодня невозможно. Вся реклама сегодня идет в интернете. Куда нужно обращаться? В Google. В Google дорого. Во-первых, дорого. И во-вторых, если вы сегодня придете в Google, Google вам не даст тот сервис, который дадим мы с точки зрения экономичности. Потому что Google сегодня хорошо стоит на ногах. И Google интересны дорогие клиенты. Дорогие люди, которые маленькие и средний бизнес. Они сегодня не имеют возможности дать серьезную рекламу. Наша компания, Access Marketing, они именно для маленьких компаний, которые дают возможность дать рекламу очень дешево. А в некоторых случаях совершенно бесплатно. Потому что у нас есть инструменты, механизмы, где человек может сделать себе рекламу, заработать сам абсолютно бесплатно. Или как, допустим, если вы сегодня придете, скажем, в Google и будете к ним стучаться. Хочу к вам на работу. Или там в Яндекс или Яков. Да давай им просто посмеются. В нашу компанию может прийти сегодня любой человек и просто заработать. Просто заработать. Хотя сегодня вы знаете, что экономика по всему миру идет вниз. Людей, наоборот, сокращают и уединяют. А у нас мы набираем, набираем, набираем. Потому что мы планируем заполнить весь мир. И мы планируем войти в десятку сильнейших сайтов мира. И достаточно посмотреть сегодня в Яндекс, значит, на Алекса в поисковике, да, где можно проверить наш рейтинг. И мы видим, как мы движемся сегодня вперед. Сегодня уже 333 уровень. А мы были еще несколько лет назад были на миллионных уровнях. Можете сказать, какое продвижение? Вот это свидетельствует о том, что будет большая перспектива. Ну и плюс, компания вкладывает огромные средства сегодня в новые продукты. В новые продукты. Это просто невероятнейшие продукты. Придет такой момент, когда тот поисковик, который сегодня у нас продвигает всю рекламу, он превратится просто в одну кнопочку вот с такой вот буквочкой А. И человек, нажав на эту кнопочку, он будет иметь возможность сделать полностью весь сервис. Может создать себе веб-сайт, непосредственно продвинуть этот веб-сайт. Может создать веб-сайт на мобильном телефоне и продвинуть свои продукты. Он может, ну, очень много возможностей, да, он может заработать при помощи этого. Он может войти в чат. В чате он может сделать какой-то там текст или голосовое сообщение, или же видеосообщение. И тут же на месте это все переслать в своей группе. Ну, например, если, допустим, у меня магазин, к примеру, и я, скажем, в своем магазине хочу срочно, значит, у меня какой-то товар появился хороший, хочу срочно всем сообщить. Я до этого уже у меня образована группа посетителей моего магазина. Они уже все у меня там зарегистрированы. Я мгновенно вхожу в чат, мгновенно даю информацию, и все тут же на селфонах получают информацию. То есть невероятнейшие возможности. И поэтому говорить о перспективе сегодняшней, это просто, я думаю, компания, она просто на взгляде. Результат будет ошеломляющий. Семен, люди, которые будут смотреть это видео, да, они не все знакомы с тем, что это за компания, да, поэтому можем сказать, это компания на рынке рекламы. Эта компания занимается развитием, продвижением рекламы в интернете. И, разумеется, за этой компанией огромное будущее, потому что, как вы сказали, да, это набирает обороты. То, что я хотела еще, да, сказать, вот насчет серьезности компании у меня была такая мысль, да, компания проходила проверку правительства США некоторое количество, пару лет назад, да? Ну, очень много, конечно, есть доказательств. Да, компания проходила проверку, и я вам скажу, что фактически проверка длилась два с половиной года. Несмотря на то, что компания работала, компания выплачивала бонусы, выплачивала комиссионные, два с половиной года тщательно говермент Соединенных Штатов проверяла компанию. После двух с половиной года проверки результат абсолютно никаких нарушений. Все, так сказать, законно, легально, официально, и компания разрешена полностью, так сказать, для запуска вообще по всему пространству. То есть это полностью легальная компания? Проверена от пяток до головы или наоборот. И компания, которая ежедневно выплачивает своим партнерам заработанные деньги? Это я вам смогу сказать точно с 2009 года, только там был где-то какой-то небольшой перерыв, когда была проверка, когда, значит, были собраны компьютеры для проверки. А так все дни, да, не годы, не месяцы, ежедневно, в одно и то же время, 12 часов ночи, срабатывает компьютер, и вы увидите свою зарплату за прошедший день. Полностью все начисления, все, что вы заработали лично, ту прибыль, которую вы лично получили от компании, от своей работы, и плюс видна прибыль, которой компания делится сама, то, что она зарабатывает от рекламы, которую дает она. То есть такого еще, в общем-то, не было никогда. Да, это такое. Компания с тобой делилась. Ну и вот я хочу еще, так сказать, маленькое сделать дополнение. Чем, так сказать, компания это отличается? Она отличается одним очень серьезным моментом, что компания сейчас взяла курс на то, чтобы каждый человек, который сделал покупку в этой компании, который квалифицирован на акционерную шаринг-программу, чтобы каждый человек как бы становился маленьким хозяином этой компании. То есть тот человек, что он создал в этой компании, это как бы является маленький кусочек его собственности. Такого нет нигде. Такого не можете получить ни в Гугле, ни в Яндексе, нигде. То есть они с вами своей прибылью годовой никогда не поделятся. Здесь компания говорит, все, что мы заработаем, все, что у нас останется в остатке, мы дополнительно разделим между всеми собственниками этой компании. А собственников будет здесь несколько миллионов. Поэтому сегодня на конференции президент сказал, что эта компания создаст огромное количество миллионеров, которые еще даже, возможно, сегодня некоторые даже не записались в нашу компанию. Сегодня наш президент компании, господин Боккинселла, он также сказал, что в компании уже имеются люди, которые зарабатывают миллион долларов в год и выше. Абсолютно точно. Сегодня это небольшое количество людей, а планируется, что это будет очень большое количество людей. Большое количество людей. То есть это вот то, что вы сейчас озвучили, это очень интересно, потому что компания предлагает партнерам часть не только прибыли, да, но предлагает быть хозяевами, совладельцами компании. И делить остаточную прибыль. Да, и делить остаточную прибыль. И компания готовится к выходу на рынок ценных бумаг, как вы сказали. И вот эта возможность предлагается любому человеку, который входит в компанию как партнер. Я хочу отметить, что самый большой доход, самый большой доход, он идет именно в эту остаточную прибыль, которая называется маргинальный доход. Почему? Потому что, скажем, многие компании, когда у них запланированы, скажем, выплаты, но по каким-то причинам люди не выполняют те условия, и если человек не выполнил какие-то условия, то эта прибыль не выплачена, она остается в компании. Это самая большая прибыль в любой компании и навсегда остается хозяином компании, то есть президентом. Вот почему, скажем, президенты многие компании, вот именно вот с этой прибыли, они в конце года, это их самый большой доход, да, здесь же наш президент, они приняли решение эту прибыль опять, повторно разделить между всеми. И это очень серьезный момент. Очень серьезный момент. Да, это действительно очень серьезно. Потому что будут времена, когда эта прибыль будет составлять огромные деньги. Эта прибыль в какой-то момент, скажем, люди будут получать эту прибыль, я думаю, что прибыль будет превышать все заработки, которые этот человек сделает за год. То есть в конце года эта прибыль превысит те заработки, которые человек сделал отличной своей трудовой деятельностью. И этот человек, в общем-то, получает как бонус. Конечно, это бонус. Причем эти акции, которые, вот сейчас идет отошеринг программа, акционерная программа, эти акции, которые собираются в конце года, и когда компания выйдет на паблик, да, сейчас готовятся документы на паблик, но это, правда, занимает, они уже два года продвигают эти документы, обычно занимает это 3-4 года, но зато, когда компания выходит на паблик, доходы идут неимоверные. Я вам скажу, это случилось с Microsoft, это случилось с Apple, и это случилось с Google, и со всеми, и это случится и с нами. То есть когда компания выходит на паблик, и если вы имеете какие-то части вот этой вот отшерейн программы, вы будете сколько программ, компания будет существовать, вы будете получать, эти акции будут вам давать доход ежегодный, даже если вы вообще ничего не будете делать в компании. То есть это самый настоящий пассивный доход, о котором говорит Роберт Киосаки. То есть есть смысл сегодня поработать 2-3 года серьезно, чтобы там в следующие какое-то количество лет пользоваться этим планом. Да, я тоже считаю, что это достаточно уникально, то есть сейчас некоторые люди и идут на рынок ценных бумаг, они получают какие-то, покупают какие-то акции, они ожидают, что им будут выплачиваться какие-то дивиденды, они не имеют никакой возможности повлиять на деятельность этой компании, на продажу этой компании, то есть они просто доверяются случаю. Абсолютно верно. В данном случае вы становитесь партнером компании, вы работаете на эту компанию, вы помогаете компании расти, плюс вы делите прибыль этой компании как акционер. Это уникальная комбинация. Да, то есть есть смысл прийти, изучить, разобраться, понять и уже, так сказать, сознанием дела что-то делать. А когда вы просто вкладываете куда-то, как я однажды вложил, мне там сказали какие-то пенсионные фонды, там в банке какой-то служащий, я просто положил какие-то деньги, через два дня посмотрел, там уже на 5 тысяч меньше, значит, то есть никаких, так сказать, воздействий нет, хорошо, что я успел забрать то, что там осталось и ушел. Здесь, когда вы знаете, что вы делаете, вы просто понимаете и делаете это, так сказать, сознанием дела. Вот и все. Да, разумеется. Это большая разница. Это то, как раз, чему учит Роберт Киосаки в своих книгах, да, как вы доверяете людям, которые сами не становятся богатыми. Да. Вы доверяете им распоряжаться вашими деньгами. Да, вы услышали сегодня, какой был сделан начерт полностью, доскональный перед, если бы сидел человек, который, так сказать, зависит от этих всех показателей, он имеет полную информацию, полная строгая отчетность, контроль и отчетность. Вот что еще? Да, это прозрачность, да, то есть вы прекрасно понимаете, что происходит с прибыли компании, с продажами компании, вы участвуете в этом, и у вас есть вся информация, это, конечно, важно. У меня еще один вопрос. То есть многих может испугать вид деятельности, потому что это реклама в интернете. Насколько надо быть подготовленным? Когда входишь в эту компанию? И какие возможности предоставляет компания для того, чтобы изучить эти новые технологии? Во-первых, все доведено до уровня выключателя. Все очень просто. Во-вторых, все есть на всех языках. То есть там только заходишь, а дальше как будто вы вынимаете деньги в банкомате. Нажми сюда, а тут нажми сюда. А если ты хочешь, какую ты хочешь рекламу баннерную, значит сюда. Текстовую, значит сюда. Рекламу сайта, значит сюда нажимаешь. И дальше только надо запомнить одно. Кнопка «Далее». Если выучить это, прочитать «Далее», и все. То есть вы делаете, скажем, вводите там номер сайта, URL сайта, и там кнопочка «Далее». Потом вы вводите там бюджет в кредит, который забрали. Дальше вы видите кнопочку «Далее». Потом выберите язык. То есть выбираете, который вам нужен язык. Там много языков, в том числе и русский язык. И опять кнопочка «Далее». Потом вы выбираете, в каком вы хотите регионе, чтобы это было. Потому что наша реклама, она еще имеет таргетинг, целенаправленное. В каком городе, в каком районе. И сразу появляется карта. Кстати, те, кто будут смотреть, они нажимают на кнопочку и могут к вам спокойно прийти. То есть все очень просто. И самое главное, на доступном языке. То есть разберется абсолютно любой. И плюс к этому, конечно, очень много. Видео сейчас выходит. Даже буквально вчера прислали. Сделали новое свежее видео, разъясните. Плюс мы, спонсоры, разъясняем. У нас постоянный тренинг идет. То есть, по-моему, тут надо просто иметь желание, чтобы не разобраться. Так все просто. Вы хотите сказать, что не надо знать, как работает электричество. Достаточно найти вот эту кнопку, чтобы включить и выключить. Мы же не знаем, как устроен телевизор, да? Мы просто включаем все, или как вот камеру. Как она сложная интро. Но жаль, она работает. Но в первый раз она выключится. Ну да. Но то, что интересно, вот то, что привлекло меня когда-то, да? Наверняка привлекло Татьяну. Наверняка привлекло вас тоже. Что это будущее. Это современнейшая технология. Это интернет. Это реклама в интернете. Это построение своих сайтов. Это продвижение себя. И этому вы здесь учитесь. Да. Причем, вы знаете, вот реклама не просто в интернете. А сейчас это реклама. Почему мы говорим сейчас вообще, что это новая компания? Это не та, которая была еще полгода назад. Потому что интернет очень сильно движется вперед. Компьютеры и технологии движутся вперед. И сейчас эта реклама сделана уже в новых технологиях. А что такое новые технологии? Если раньше нужно было, чтобы, допустим, создать сайт. Там надо было, не знаю, 30-40 кнопок нажимать на компьютере. А сегодня это надо будет 3-4. Вот что такое новое. Ну что, другие языки. Все там по-другому. Нам в это не надо вникать. Но главное, что сейчас будет просто, просто, просто и просто. Просто. Это удобно для пользователя. Это вы можете сделать для себя. Рассчитано на всех. На всех. И вы видели, даже сегодня у нас присутствуют люди глухонемые. Которые, в общем-то, они не слышат. И для них это просто невероятнейшая возможность. Да, я тоже была совершенно потрясена. Но потом подумала, что действительно, зачем человеку использовать, скажем так, все его возможности. Голос там все. Они могут писать. Они могут писать. Они могут создавать сайты. Они не видят. Они не видят. Они не видят. Они могут привлекать людей. Они же постоянно идут в прямом эфире. Да. Можно задавать вопросы в поддержку. Да. Крупносуточно. Да, разумеется. И то, что интересно, что эта возможность, вот даже для людей с какими-то нарушениями, да, вот как для них, это возможность реально хорошо зарабатывать и жить достойной жизнью. Да. Это огромные деньги. Да. Да, есть такие страны. Здесь нужно просто желание. Да. Да. Поэтому возможность есть в любом месте, в любом уголке земного шара. Сегодня компания Аксесс Маркетинг дает возможность поменять свою жизнь кардинально. Совершенно верно. Давайте мы сейчас сделаем формулу такую составим, да, формулу успеха. Что нужно? Нужно найти серьезную компанию. Нужно удостовериться самому, что эта компания серьезная, разумеется, а не верить людям, которые обещают. Если вам обещают миллион завтра, то, скорее всего, это не серьезно. Если вам обещают миллион через год, то это реально. Ну, я вам скажу, есть твердое, так сказать, мнение на этот счет, что если компания работает менее трех лет, с этой компанией вообще надо очень серьезно подумать, прежде чем идти в эту компанию, что ли мы делаем. Потому что сегодня, как правило, компании очень сильно разоряются. То есть открывается много компаний, но они не выдерживают, даже года некоторые не выдерживают. Но если компания уже выдержала три года, это, в общем-то, уже считается, что компания, в общем-то, уже можно посмотреть эту компанию, да, посмотреть. А дальше нужно смотреть другие показатели, другие перспективы и послушать людей. Да, да. То есть это найти серьезную компанию, это найти компанию, которая имеет будущее, посмотреть, что за продукты имеет компания, насколько востребованы они будут в будущем, насколько есть возможность роста для этой компании. Надо посмотреть, разумеется, возможность вывода денег ежедневного из этой компании. Если это компания, которая говорит, что вы будете получать очень много, но нет возможности эти деньги вывести никогда, то, скорее всего, это не серьезно и для вас не интересно, если вам хочется зарабатывать деньги в реальной, конкретной, на руке, на ваш счет. Вам нужно найти людей, которые помогут вам развиваться в этой компании, которые смогут вам ответить на вопросы. Это постепенно. В этой компании, конечно, нужно иметь какие-то мечты, разумеется. Самое главное – это желание. Я считаю, вообще ничего не надо. Надо иметь только желание и все. Когда человек имеет желание, у него начинают работать многие ментальные механизмы, задействоваться, включаются многие законы, а дальше пользоваться, скажем, то, что мы говорим, закон причины и следствия, который говорит четко. Если вы чего-то хотите в жизни, найдите того, кто имеет уже то, чего вы хотите, и повторите то же самое. Сегодня все отработано. Достаточно в нашей компании найти человека, который имеет уже то, что вы хотите, спросите у него, как он это сделал, и повторите то же самое. Все просто. Один, два, три. Да, да, разумеется. То есть желание, мечта, желание, интерес. Работать. Интерес, интерес. Делать что-то в своей жизни серьезное, значимое, полезное другим людям. И в данном случае вы помогаете другим людям расти. Как Семен, вот вы помогаете нам, с Татьяной. А мы помогаем другим людям. То есть мы все помогаем кому-то стать счастливее и подачей. Кстати, интересный момент. Я вот иногда даже подумываю следующим образом. Я вот подумал, даже если бы компания, скажем, ничего не платила бы, ничего не давала, но то образование, которое я лично получил, компьютерное образование, я как строитель, я по профессии строитель, то есть вообще ничего общего с компьютера не имею, раньше никогда не имел, но то образование, которое получил за эти годы, я вам скажу, это очень дорого стоит. Только образование, даже не говорю больше ни за что другое. Потому что то, чего меня научили, создать сегодня веб-сайт, я могу продвинуть любой продукт, создать веб-сайт, создать блог, и на этом блоге выставить и баннеры, и видео, и продвинуть этот блог вплоть до любого человека. Потому что я создал такую возможность, рекламу здесь приобрел, и это невероятно. Для любого человека невероятнейшая возможность. Я не знаю, я бы на месте любого человека на планете просто зашел бы, потому что тут очень много разных видов деятельностей и возможностей, и для себя, для каждого что-то найдется хорошим. Даже, я говорю, домохозяйка, которая вообще, так сказать, дома просто борщ варит, ей тоже будет интересно взять, создать свой блог, да, даже для своих внуков, там, детей, и выставлять там свои рецепты, там, разные свои мысли. Я думаю, что это интересно должно быть каждому. Почему? Потому что доступно. Потому что это дешево, а если здесь принять активное участие, совершенно будет бесплатно все вот эти продукты и услуги. Да, то есть здесь на самом деле двойной эффект и даже больше. Вот смотрите, во-первых, Киосаки называет тот же маркетинг по рекомендациям бизнесом 21 века, реклама в интернете, в мобильном телефоне, это тоже бизнес 21 века, да? То есть здесь получается вообще совершенно беспроигрышный вариант, согласно любой логике. Конечно. А сейчас наше последнее направление, только мобильное направление. Все на мобильном телефоне. Реклама на мобильном, чат на мобильном, допустим, у вас мобильный, у меня мобильный, я вам по чату с вами связался без телефона, только интернет нужен, не нужен мне интернет. Я вам по чату позвонил, а у меня здесь уже занесена целая группа. Я договорил, позвонил всем, говорю, так, ребята, сегодня мы встречаемся в кинотеатре, всем или текст, или видео маленькое сделал, послал. Вот мы сейчас записали, видео кинули, все, пошло кому нужно. Другой интересный аспект этого бизнеса, я вам скажу еще, да, что вы встречаете людей, как вот мы встретились в интернете. О, интересный момент. Мы с вами встретились в интернете, мы с Таней встретились в интернете. И сегодня увиделись впервые. И сегодня мы увиделись впервые, но нам интересно вместе, потому что у нас есть что-то общее. Познакомились. Вы находитесь людей со всего мира, потом вы с ними встречаетесь, да? Вот мы с Таней были здесь в Киеве несколько дней, мы встречали разных людей, и нам говорят, а вы подруги? Ну да, теперь. Теперь, да? Да, это вообще невероятно. Десятки тысяч километров между нами расстояние, мы связались по интернету, нам стало вместе интересно это дело, и потом мы съехались, и встретились, и продолжаем дальше работать. И дружить главное, потому что у нас главная база, основа, да, это самая сильная дружба. Вы находитесь единомышленников. Да, потому что это основа. Это дом, построенный на хорошем фундаменте. Конечно. Также вот руководство компании, да, Стив Реннер, Боб Кинселла, мы видели их раньше на видео, да, сегодня мы со Стивом танцевали, Гагнам стоял на сцене. Да, как вообще лучшие друзья. Кстати, это тоже, это тоже, я когда первый раз, я чисто случайно записался, первый раз я когда попал и увидел Стива Реннера, я увидел его лицо, и я увидел, что это порядочный, честный человек, и говорю, да, я буду с этой компанией. Все, вот я тогда принял решение, именно благодаря вот встрече с Стивом Реннером. Да, он оставляет очень хорошее впечатление, могу сказать. То есть это человек, который... Душевный человек. Душевный, но он занимается этим бизнесом, потому что ему интересно. Как Стив Джоб занимался компьютером. Да, примерно та же категория человека. Потому что ему интересна была работа, да. И также вот видно, что Стив тоже занимается, потому что он понимает, что это будущее. Да. Ему интересно быть в будущем. Да. И вот он приглашает нас в будущее. Особые люди. И вот он открыто и делится, ребята, я с вами поделюсь. И все, так сказать, на всех. Да, это визионер, это человек, который видит будущее и который показывает нам туда путь. И с ним, конечно, интересно идти. Да. И это честный, приятный и порядочный человек. Это самый главный момент, вот честность и порядочность, потому что иначе не интересно. Нет, конечно, это... Мы все играем во что-то, да, сейчас мы играем. Но правила надо соблюдать, да, честно соблюдать. Раз мы договорились, значит, мы соблюдаем эти правила, и все их соблюдают, и это интересно. Да. Ну, как вы считаете, Таня, что-то хочется добавить? Ну, вот я хотела бы еще, чтобы вы рассказали, какие возможности для клиентов. Не все будут заниматься этим бизнесом, к сожалению, но это является как бизнес для бизнеса. Ну, для клиентов... Для клиентов... Просто клиентам... Бесконечными... Первое, клиентам просто интересно создать веб-сайты, блоги и их продвинуть, да, как клиенты. Клиентам просто получить образование интересно. Клиентам... Клиентам очень интересно будет пользоваться всеми нашими продуктами. У нас, кстати, вот сейчас листинги различные. Допустим, я хочу продать, скажем, я не знаю, компьютер. Я могу разместить на нашем листинге. Это невеликолепнейшая вещь. Плюс сейчас у нас выходит продукт, который называется Daily Deals. Это вообще, я думаю, все клиенты любят. Мы все любим скидки. Не важно, сколько мы зарабатываем. Но все любят купить дешево. И мы поднимаем, смотрим, хотим, допустим, купить себе компьютер. Смотрим Daily Deals. Сегодня только Special. Раз мы набираем компьютер, мы получаем... И мы идем себе покупаем этот... Конкретно. Можем купить сегодня любой продукт с какой-то скидкой. Челеск благодаря компании Access Marketing. Вот это практическое применение для любого клиента. Причем человек может зарегистрироваться бесплатно, а может вообще не регистрироваться. Все равно купить, может пользоваться нашими продуктами. То есть у нас есть разные категории. Есть для просто клиентов, есть для тех, кто хотят, так сказать, немножко, так сказать, поучаствовать. Есть кто хочет более профессионально. Есть вообще профессиональные личинки, где хочет человек сделать вообще профессиональную рекламу. Такую, знаете, серьезную, солидную. И я вам скажу не случайно. Сегодня, я смотрю, дают рекламу у нас просто серьезные предприятия, очень серьезные предприятия, очень серьезные компании, большие, огромные компании. Придет время, что я думаю, что, может быть, даже все будут давать рекламу через нашу компанию. Никто не знает будущее. Никто не знает. То есть сегодня можно сделать ход. Ну, представьте себе, если бы вы там лет 10 или 20 лет назад купили акции Google. Да. Или, скажем, знаете, что Макдональд, например, в Торонто в 67-м году продавался за 700 долларов. Сегодня он стоит 2 миллиона, да? То есть когда-то надо было купить. Или, скажем, Стив Джобс купил компанию, по-моему, тоже за 800 долларов, Apple. Сегодня она ставит уже миллиарды. Поэтому всегда нужно идти не туда, где уже, так сказать, все в шоколаде, а туда, где еще, так сказать, новенькая компания. Надо с ней вместе расти, помочь ей вырасти, и тогда вы чего-то достигнете. Ну, это вообще самое главное. То есть найти компанию с потенциалом в начале развития и присоединиться. Это вообще секрет успеха. Я думаю, что многие люди, прежде чем попадут в нашу компанию, они 200 компаний пройдут разных, пока они поймут, что надо было начинать с этой компанией. Ну, тогда будет уже поздно. К сожалению. Ну, я думаю, что поздно не будет. И через 3 года, и через 4 года. Но лучше раньше. Зачем? Жизнь же наша, как сказать, она, каждый наш, самый ценный наш финансовый ресурс – это время. Да. Совершенно. Это самый ценный финансовый ресурс. Поэтому его надо беречь. Каждый день, каждое мгновение. Поэтому мы и стараемся объяснить людям, чтобы они не теряли время, а шли сразу туда, куда нужно. Думаю, что мы уже достаточно долгое время рассказывали нашим слушателям о разных возможностях, о разных аспектах. И, скорее всего, они уже достаточно убеждены в том, что это действительно интересное дело, действительно серьезная компания, действительно будущее, действительно возможность. Что-то еще вот напоследок? Ну, много еще всего, знаете, что очень много. Вот я хотела бы все-таки поблагодарить Александра Свияша, известного психолога российского, который является клиентом этой компании, который когда-то рассказал нам возможности, пригласил нас. И вот благодаря ему здесь, спасибо ему большое. Это совершенно верно. Спасибо Александру Григорьевичу, что таких прекрасных лидеров прислал сегодня на нашу конференцию. Он с нами очень долго работал по системе самотрансформации. Тогда мы можем просто упомянуть, да, что год назад я и Татьяна пришли в эту компанию под руководством, скажем так, да, Александра Григорьевича нас пригласил в эту компанию. И мы присоединились, потому что мы, разумеется, верили в то, что Александр Григорьевич плохого не посоветует. А Александр Григорьевич уже присоединился к этой компании благодаря Семену Розенбергу, который уже тогда являлся топ-лидером компании. И Александр Григорьевич понял, что действительно, вот, благодаря Семену потенциал очень большой. Так что, да, разумеется, спасибо всем. Спасибо Семену. Спасибо всем. Спасибо Александру Григорьевичу. Спасибо всем, кто уже здесь. И кто еще придет сюда. И кто еще придет. Поэтому, дорогие слушатели, присоединяйтесь. Вот, пожалуйста, присоединяйтесь. Здесь я, здесь Татьяна. Мы работаем в разных регионах. Выбирайте ваш регион. Выбирайте, так сказать, какого лидера вы хотели бы, с кем бы вы хотели работать. Да, и работая с нами, вы работаете с Семеном. И самое главное, мне кажется, что нужно сказать, вот самое главное, вот на мой взгляд. Дело в том, что сегодня первая русскоязычная конференция. Это значит, что наш русскоязычный рынок начинает работать вот с сегодняшнего дня. Я думаю, что начало бизнеса, это сегодня, да, первый день, вот эта конференция, это начало бизнеса, потому что, вы знаете, что русскоговорящих людей во всем мире очень много. Украина только началась, остальные страны, там, Россия и многие другие страны, они вообще еще даже не начаты. Поэтому я думаю, что то, что сегодня происходит на азиатском рынке, а там сегодня конференции огромные, собираются тысячи людей, я думаю, что через год-полтора то же самое будет у нас. Поэтому сегодня начать бизнес, самое, так сказать, начало, это, по-моему, просто удача для любого человека. Да, да, это один из факторов. Один из факторов удачи, его время поймать. Хорошо, спасибо вам. Все, спасибо большое. Спасибо, спасибо, до свидания. До свидания.